На этот раз журналисты БН посетили новостройки микрорайона Кудрово Ленинградской области. Жилье во всех трех осмотренных нами комплексах реализуется в соответствии с положениями 214-го закона. Жилой комплекс Новый Акервиль – один из первых и самых известных проектов комплексного освоения территорий. До 2016 года здесь планируется возвести 850 тысяч квадратных метров жилья. Застройщиком выступает компания «Отдел строй». В первую очередь комплекс создали в декабре прошлого года. Корпуса уже заселены, прилегающая территория благоустроена. Разрешения на строительство этих этапов были получены 13 января 2011 года. И соответственно действуют на первый этап до июня 2013 года, а на второй до 30 июня 2014 года. В общем-то с документами все в порядке. Вторую очередь планируют возвести в два этапа – в конце 2012 года и декабре 2013 года. Готовность объекта составляет 80%. Рядом уже построен детский сад. По словам представителей «Отдел строй», его планируется ввести в строй до конца года. Правда, пока не ясно, кто именно займется его эксплуатацией. На баланс местных властей объект еще не передали. Третья очередь Нового Акервиля предполагает строительство жилого дома высотой 11-20 этажей, состоящего из 49 секций. В рамках первых двух этапов будет построено 1200 квартир. Остальные очереди пока в стадии проектирования. Совсем рядом с Новым Акервилем возводится еще один жилой комплекс – «Капитал». Этот проект реализует компания «Строительный трест». В первую очередь комплексы обещают сдать в два этапа – к концу 2012 года и в четвертом квартале 2013 года. Сейчас ведется строительство 13 жилых корпусов. Разрешение на строительство первого этапа было выдано 11 января текущего года. Разрешение на строительство второго этапа было выдано 21 января 2011 года. И действуют они, соответственно, до марта 2013 года и до января 2014 года. А продажи тоже ведутся в соответствии с 2014 федеральным законом по договорам долевого участия. В общей сложности поблизости построят 4 детских сада, 2 школы, поликлинику, несколько магазинов, салоны красоты. В 2016 году появится многоуровневый паркинг. Уже сейчас на территории работает супермаркет. Напротив жилых комплексов Новоакервиль и Капитал завершено обустройство парка Акервиль. В километре от жилых комплексов находится станция метро улицы Дыбенко. Рядом с новостройками – выезд на КАТ. Последний жилой комплекс – Вена – находится рядом с пересечением Мурманского шоссе и КАТ. Застройщиком выступает компания РТ «Петербургская недвижимость». Комплекс будет состоять из пяти домов. В первую очередь два жилых здания планируют создать во втором квартале 2012 года, вторую – в четвертом квартале того же года. Разрешение строительства третьего, четвертого и пятого домов было получено 16 июня 2011 года. И для третьего и пятого дома оно действует до августа 2012 года, а на четвертый дом оно выдано до мая 2012 года. Продажи ведутся тоже в соответствии с 214-м федеральным законом по договорам долевого участия. Строительство домов в первой очереди практически завершено, ведется благоустройство территории. В квартале будут построены школа и детский садик. Не исключено, что жители жилого комплекса «Вена» будут испытывать недостаток в транспортной инфраструктуре. Поблизости нет станции метро. Но в трех минутах ходьбы от комплекса находятся магазины «Ки», от которого ходят бесплатно автобус до метро улицы Дыбенко. Главный недостаток покупки жилья в Новом Акервилле, Капитале и Вене – областная прописка. Впрочем, как утверждают представители компаний-застройщиков, жители комплексов смогут воспользоваться услугами петербургских учреждений здравоохранения по программе обязательного медицинского страхования. Наталья Бабенко, Андрей Любик и Дмитрий Маклаков